Глядя на город Исок, кажется он таким далёкий Когда ты убьёшь меня током, синтезируя мой рай, мой рай, мой рай, мой рай Выскрестись на заплате, ты мой ангел воплоти, кстати И мне этого вполне хватит, закрывай глаза, сияй, яй, яй, ей Но, друзья, в этом нет никаких сомнений абсолютно Я думаю, все узнали эту песню, это звонки Рэм Дига из окон, так она называется И, как мы обещали, у нас Андрей Звонкий в гостях прямо сейчас Андрей, доброе утро! Доброе утро всем! Спасибо, что пришёл, мы тебя ждали, там пробочки, да, не очень хорошо? Ну, есть чуть-чуть, но, слава богу, всё преодолели Друзья, телерадиоканал Страна ФМ вместе с вами, здесь по-прежнему Влад Кутузов Всех приветствуем, мы уже с Андреем Звонки И сразу хотим сообщить, что ваши вопросы можете оставлять или комментарии В нашей группе ВКонтакте есть специальный пост, там в комментах можете оставлять всё Ну и, как обычно, ватсап, вайбер, смс-сообщение на номер плюс семь, девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь и один восемьдесят девять и девять Слушай, Андрей, по поводу песни, которая только что прозвучала из окон, которую мы с тобой сколько не виделись, несколько месяцев, да, наверное? До сих пор она живёт своей жизнью? Да, 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 до сих пор живёт Она продолжает так же вот бомбить, что называется? Она продолжает, люди поют каверы, продолжают что-то выкладывать, вообще нормально, песня живёт Ну, на самом деле, песня долгая, она может жить где-то, ну, там, минимум полгода, она может вообще раскачиваться, потом она может опять как-то заходить, потом ещё кто-то о неё узнаёт То есть это всё, если она как бы начала жить, то она же прям живёт и вообще нормально Слушай, а ты заговорил про каверы, а скажем, это каверы официальные какие-то? Ну, просто люди выкладывают Все выкладывают, там, в Инстаграм и так далее, в соцсети, да? Да, очень много, есть там прям классные такие, то есть прям, да, каверят А как ты вообще относишься к тому, что люди, ну, может быть, которые, ну, как помягче сказать, чтобы никого не обидеть, уровнем не дотягивают до использовавого материала, вот они делают Ну, всё равно они же самовыражаются, и очень приятно, что их, если их песня цепляет, ну, мне, например, приятно, это когда моя песня цепляет, и люди пытаются как бы как-то самовыражаться в этой песне Ну, очень здорово, мне кажется Ну, ты к этому спокойно относишься? Да, да, это абсолютно, ну, как бы, это такое творчество, ну, как бы, это типа творчество там Слушай, ну, я видел там, на самом деле, в соцсетях, по-моему, вчера как раз смотрел, на выпускных вечерах ты На выпускных вечерах, да, 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 выпускал, и там хором же все поют, там тысячи человек практически Ну, поют, поют, песню знают, прям очень круто, всё-таки, когда прям выходишь, и, как бы, в принципе, можно и не петь, то есть люди поют Ну, прям, наизуне знаю слова практически Слушай, ну, вот за эти несколько месяцев, как жизнь поменялась Андрея Звонковой, и поменялась ли она вообще? В лучшую или в школу? Ну, в лучшую нет, конечно, я вот очень сомневаюсь В лучшую нет? Да нет, ну, на самом деле, что, вот на студии идёт работа, я же там альбом всё-таки, вот, я же делаю потихонечку Ну, просто он так, не быстро, но делаю Вот, и я уже сейчас, как бы, есть какой-то некий там дедлайн, мне осталось там ещё сделать два трека, я думаю И в сентябре уже, ну, всё-таки мы там релизнем, где-то там будет где-то новых песен, 7, наверное, получится Ну, вот, поэтому я сейчас, как бы, в таком, вот, в процессе именно Ну, мы, по-моему, кстати, об этом в прошлый раз с тобой говорили Ну, я уж там новую сейчас уже сделал, там, ну, я никуда не укладываю, но там где-то песен, где-то 5 есть Сейчас ещё хочу парочку Если мне память не изменяет, ты говорил как раз о том, что чем меньше времени остаётся, и чем больше оно поджимает, тем продуктивнее и качественнее ты работаешь Ну, типа, да, ну, как-то, да, ну, сейчас вот ещё есть какое-то время, есть ещё две песни, которые хотелось бы как-то воплотить Вот я сейчас над ними работой сижу Ну, там они уже, как бы, близки к финалу, или что с ним происходит, или ещё думаете, идёт? Ну, нет, так На уровне задумки пока Ну, нет, уже есть какая-то там идея, ну, короче, у меня всё сложно, короче Сложно? Ну, конечно Слушай, давай о сложностях поговорим чуть позже, тоже отдельный интересный вопрос У меня с этим сложно Друзья, у нас в гостях Андрей Звонкий и, кстати, песня «Бурита», с которым ты хорошо знаком, мягко говорят, да? Диджей-группы Блэк Купер, песня называется «Помоги», скоро к вам вернёмся Андрей Звонкий на «Страна ФМ» Друзья, ещё раз доброе утро, телерадиоканал «Страна ФМ» Андрей Звонкий у нас сегодня в гостях, Андрей, ещё раз доброе утро Слушай, по поводу сложности мы там как-то оборвали эту систему Да-да, а что для тебя, вот скажи мне, при создании музыки, что для тебя самое сложное в этом, во всём процессе? И так, мне кажется, сложным изначально, а что всё-таки самое простое, которое тебе даётся легко? Ну, вообще, там, написать песню, чтобы прям вот от начала до конца, чтобы получилась песня, это очень для меня такой вот прям подвиг целый То есть, у меня такое ощущение, что когда песня вот заканчивается, мне кажется, я там просто горы свернул прям То есть, ну, как-то, не знаю, ну, у меня такой просто какой-то такой внутренний ценз есть То есть, чтобы там не просто лишь бы что-то написать, да, там, ну, то есть, много приходит всяких там мелодий, мыслей Но они просто имеют свойство такое, типа, ну, там что-то вот как бы в голову там зашло что-то, да И не факт, что это нужно как-то там выпускать и давать этому жизнь, ну, лично у меня такое мнение, потому что много мусора какого-то там Из кучи каких-то идей, там, может быть, не знаю, там, одна-две, ну, как бы стоящие Я обычно их временем проверяю, просто я как-то что-то напеваю, где-нибудь записываю иногда, да И потом я просто отслушиваю периодически, и я понимаю, что там иногда ты можешь вообще все стереть, потому что они все плохие То есть, вот такая тема И поэтому прям стоящие идеи для меня это прям, ну, прям вообще такая радость вообще сумасшедшая А бывает, когда ты придумал, что думаешь, о, Андрей, это гениально, это супертрек вообще А на следующем что-то просыпаешься, думаешь, а что-то Ну да, ну, естественно Что-то не то Конечно, конечно, то есть это прям вот, это причем постоянно происходит Вот, поэтому это такая прям, ну, целая вот какая-то вот такая внутренняя, прям, не знаю, какое-то испытание прям вот проходить эти песни все писать Ну, муки творчества в прямом смысле Да, да, прям в прямом смысле муки творчества, но по итогу вот как-то вот то, что я сейчас делаю, как бы любой трек, который вот сейчас выходит, он уже как бы осознанно мне нравится То есть в каждом треке есть своя какая-то определенная тема, какая-то там фишка определенная, или какая-то идея, или может быть какая-то там аранжировочная идея, или текст, или мелодия. И каждая песня имеет какую-то определенную задачу решать, ну мою внутреннюю какую-то. Поэтому вот все, что выходит, оно как-то прям так связано, не просто так. А вот скажи, пожалуйста, как тебе комфортнее работать для себя, когда ты делаешь треки, свою музыку, или для кого-то? — Ну я прежде всего делаю все это для себя, то, что там мне нравится. А потом, ну если я, то есть, ну по крайней мере мне так кажется, если мне это нравится, ну наверное это понравится еще кому-то. — Не-не-не, я неправильно сформулировал. Для себя, как для артиста, для Андрея Звонкова, либо для Гаррика еще для кого-то. — Ну я для Гаррика делаю только аранжировки, я песни никому не пишу, очень редко. У меня есть несколько треков, я писал, но вообще я не очень люблю писать песни, именно песни. Ну или я просто, допустим, написал как себе, допустим, и кому-то это понравилось, а мне по какой-то причине эта песня не подходит, я могу ее как бы там отдать, продать, не знаю. Но вот так, чтобы прям специально писать, я не очень люблю. — Ну писать, ладно, а вот аранжировки, там продакшн. — Не, ну аранжировки, я стараюсь работать просто с людьми, с которыми мне нравится прежде всего. Вот, то есть если что-то мне не нравится, как правило, сейчас есть как бы возможность выбрать, и я отказываюсь от многих работ, потому что, ну там не прет или еще что-то. Как-то раньше я делал там, ну все там, в принципе. А потом, как с течением времени, отказываешься, отказываешься, ну потому что это, ну, деградация-то получается. — Ну просто не твое, да, конечно, не хочется этим заниматься. — Ну вот, если нет никакого смысла, никакой идеи в каком-то артисте, он там, он тебе говорит, как ему нужно делать, вот, то это странно для меня, то есть, ну, я поэтому отказываюсь. Не, ну с Гариком-то мы на одной волне. — Ну, тем более, у вас давние сотрудничества уже, да, в этом плане одинаково. Действительно, сейчас тебя многие послушали и сказали, да, прав был Андрей Звонкий, это процесс более чем сложный. — Да так у многих, да, кстати. Друзья, Андрей Звонкий у нас в гостях, небольшой перерыв сейчас, и мы к вам снова вернемся, это телерадиоканал «Страна-ФМ». Десять часов двадцать одна минута в Москве, друзья, телерадиоканал «Страна-ФМ». В гостях у нас сегодня Андрей Звонкий, Андрей, еще раз доброе утро. — Доброе утро. — Слушай, мы можем, смотри-ка, мы можем пойти по двумя путями. Мы можем поговорить о музыке, а можем поговорить вообще о твоей жизни, которая... Нет, 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 не, полечку не буду касаться. Допустим, об отдыхе от вам, о твоих увлечениях и так далее. Кстати, вот, ну давай... — Давайте о чем? Об увлечениях? — Давай об увлечениях все-таки. — Да у меня что-то увлечений никаких нет особо. — Ну ты планируешь отдыхать этим летом вообще? Нет, куда-нибудь? — Ну да, в августе. — Вот отдыхать, чтобы не поехать, да, как многие артисты делают? Отдохнул, заодно и клип снял, и наоборот снимает клип, заодно и отдохнул. — А именно вот оттуда прям отдыхал. — Ну вот я хочу в августе, там, на неделечку. Вот я хочу до августа сделать альбом, в августе подготовка, в сентябре его выпустить. И у меня будет когда-то месяц, ну типа условно, когда можно куда-то поехать. Вот я хочу съездить куда-нибудь. — То есть сейчас все, кто ждет альбома, уже могут надеяться то, что там в сентябре? — Я думаю, что в сентябре, да. Ну по крайней мере вот то, что есть, и все это, да, все это надо как-то поставить точку, а потом уже следующий дальше там продолжать, ну уже там не в альбоме, а какие-то там новые синглы. То есть они будут продолжаться просто, какой-то сделать, ну какой-то там завершить какой-то этап, типа и все. — Слушай, ну вот смотри, несмотря на то, что музыкальная деятельность — это все муки творчества, да, в той или иной степени, в той или иной степени, ты устаешь при этом? Вот морально устаешь от всего? Тебе хочется бросить все это? — Ну это такая классная усталость на самом деле. Ну устаешь, понятно, но это не так устаешь, как если ты делаешь то, что тебе не нравится. Ну ты писаешь, что там ты что-то, какую-то работу делаешь, она вроде бы как бы, ну так, ну типа нормально вроде там, там что-то платит деньги, но она тебе не нравится, прям ты прям приходишь и каждый раз мучаешься. Ты каждый раз прям находишься на... Нет, вот такого нет. То есть ты устаешь, но это такой кайф такой. Ты просто отдался там энергетически, там утром встал, послушал песню, думаешь, блин, здорово сделал, прям вообще кайф там, классно. — Нет, я к тому, что не бывает у тебя там, ну за ночь ты отдохнул, это понятно, но не бывает такого, что там ты понимаешь, что вот все, две недели, я не включаю комп, не открываю никакие секвенсоры, я вообще ничего не вижу, не слушаю музык, не смотрю клип, потому что я не могу. — Ну вот я, например, не могу там войти в какой-то клуб какой-то, например, кто-нибудь зовет, какой-нибудь там, ну типа движух клубный, да, там громкая музыка, и я так устал от этой вот музыки, что мне хочется вот, ну уйти, хочется мне как-то в тихую какую-то, то есть, ну невозможно все время слушать музыку постоянно, хочется какой-то перерыв, естественно, сделать, потому что ты потом перезаряжаешься, естественно, потом все по-новому это воспринимаешь, это как вот, это такое же состояние, как, знаешь, типа утром вечера мудренее, знаешь, тебе кажется, что плохо, а утром встал, вроде ничего. То же самое здесь, ты все время такой идешь, тебе кажется, что все уже плохо, ну не то, все, типа отдохнул, потом на свежий раз включил, думаешь, блин, ну вообще нормально, кстати, прикольно, то есть вот такая тема есть. — Да, ну нормально, мы с тобой поговорили об отдыхе, об увлечениях, да, все равно на музыку все скатилось в итоге. — Ну оно как бы, да, все связано, но все равно ты, не знаю, я, например, вот из окон, помню, когда делал песню, я как раз ее сделал, и мы уехали, типа, в отпуск, да, я, например, я потом что-то, ну так, несколько дней ничего не слышал, потом что-то на пляже лежу, так в наушнике, дай послушай из окон, такой, классный трек. — Круто. — Блин, думаю, да, вообще прям трек отличный. — Так все-таки по поводу отдыха, давай вот пару слов, буквально скажем, там 40 секунд у нас осталось, для тебя это активный отдых важен, или... — Ну сначала пассивный, а потом активный. — Или прям вот лечь на пляж, там, коктейльчик, ничего не делать, смотри рядом, и все. — Сначала такой, дня 4-5, а потом уже можно... — А на больше, мне кажется, никого не хватает, да. — Ну больше нет, то есть, ну это такой прям стандартный, ты такой отдохнул, поспал, а потом уже все, уже как бы актив, потому что я не могу, у меня просто как-то скучно сидеть на одном месте, хочется что-то там делать, там куда-то ходить, в гору подняться, какую-нибудь там такая... — Слушай, а ты пишешь только в студии, или вот, ну есть категория людей, которые в самолетах, в поездах, вообще везде просто с собой таскают, там на телефоне какой-нибудь там секвенсор простенький? — Только в студии, только в студии, текст только могу. Я музыку вообще вне студии не могу писать. Я как-то привык сразу как-то уже с аранжировкой видеть, ну как-то вот так уже начинаешь что-то накидывать, и у тебя какая-то песня уже получается, у меня такая как бы тема есть. А ты уже там записал каких-то демок, поскидывал, а уже тексты там где угодно можно их писать, мне уже пишутся там в транспорте легко. — Друзья, напомню, Андрей Звонкий у нас в гостях сегодня, еще впереди куча времени, поэтому прямо сейчас, если есть вопросы для Андрея, оставляйте их, плюс семь, девятьсот девять, девятьсот двадцать, один восемьдесят девять и девять, это WhatsApp и Viber, и у нас есть группа ВКонтакте, там наверху прикреплен специальный пост. Небольшой перерыв, скоро мы вернемся и продолжим. — Телерадиоканал «Страна ФМ», доброе утро, друзья, еще раз. Всем Андрей Звонкий у нас сегодня в гостях, продолжаем говорить, мы все-таки хотим уйти от темы музыки, а не получается у нас все равно к ней приходим. — Мне кажется, это, наверное, и правильно, и об этом мы будем говорить весь час практически. Смотри, у нас песни «Падаем в небо», она же совсем новая практически, она у нас, друзья, крутится, ну, буквально два-три дня, мне кажется, совсем недавно, но сегодня будет, ну, как бы, ну, не то, чтобы премьера, но Андрей официально ее представит здесь в эфире. — Одобрю, так сказать. — Да-да-да, точнее, не одобришь и мы не поставим, все мы будем ставить. — Убирайте песню, да-да. — Песня отличная. Слушай, ну, хотелось бы рассказать о ней, откуда идея пришла, чего, как, вот все подробности. — Кстати, вот эта песня очень быстро получилась. — Что редкость для тебя? — Что редкость. То есть была идея сделать какую-то песню в стиле такой, типа, 80-х, там, такой, типа, synthwave, такой немножко, да, ну, просто какая-то такая идея витала, и вдруг вот появилась песня «Падаем в небо», то есть она там написалась в виде такой просто какой-то гармонии и мелодии. И вот как раз-таки мы подумали, а почему бы именно эту песню не попробовать сделать в стиле 80-х как раз-таки, ну, вдруг она подойдет. И она подошла в эту историю, и очень быстро пришел припев, как-то, ну, там, типа, куплетик как-то накидался, раз-раз, и что-то, хоп, и прям песня получилась очень быстрая, и мне кажется, вообще прям классно. — Что редкость, как-то, в общем-то. И мы как-то решили выпустить ее как-то сразу очень быстро так же, прям спонтанно. — А 80-е ты принципиально хотел уйти вот в то время? — Да-да-да-да, ну, такой, как бы, оттенок, такой херетейш такой сделать, ну, типа, да, на основе вот такого synthwave-овского какого-то такого звучания, какие-то такие. Вот там, типа, эта песня я сделала на таких, на этих, на винтажных Ролландах, там все звуки практически оттуда, там, типа, там, 1080, там, джуна какие-то вот такие вот. — Ну, это прям железо там у тебя прописано? — Нет, там не железо, там просто они выпустили, у нас джуна есть железный, а 1080 нет, вот, но Роланд выпустил эти, пак свой, виртуальную коллекцию винтажных синтов, и вот как раз в этой песне они там все использованы. — Слушай, мы сейчас начали говорить о том, о чем, мне кажется, говорить нельзя, потому что никто не понимает нас. — Ну, ты не понимаешь, это, да. — Ну, в общем, сожалею. — Да. — А может быть, к счастью. — Слушай, ну, дальше вот, смотрите, а есть какие-то, ты как-то думаешь о том, куда тебе дальше двигаться в творческом плане? — Да, да, конечно. — То есть ты вот уйдешь туда в 80-е, ты уйдешь в то, что происходит сейчас на западной сцене, то есть как бы заглядывай в будущее уже. — Ну, я вообще стараюсь, как бы, да, какие-то... — Ну, ты уже это делаешь всегда, собственно. — Ну, да. То есть я хочу такой, ну, как бы, в новом времени находиться, но при этом, естественно, музыкальных мыслей много было уже давно, естественно, да, как бы... И, как бы, я считаю, что вообще новая музыка, вот, ну, в большинстве случаев, там, не считая каких-то новых же жанров, которые появились там недавно, ну, типа, там, дабстеп и так далее, все равно отсылка идет к тому, что было, просто это по-новому переосмысливается, и уже делается какой-то новый, там, типа, саунд на основе чего-то, да. А если брать рэп-музык, то это вообще такой собирательный, это музыкособирательный образ, там, вообще, всех стилей. Вот, поэтому я, как бы, придерживаюсь какого-то своего исполнения, своей фишки вокали, но при этом музыкальные наполнения могут быть абсолютно разные, и вот сейчас у меня есть несколько песен, они абсолютно, ну, вообще-таки, как бы, разнохарактерные получаются. — А у тебя вокал все равно все перебивает. — А вокал, да. — Ну, в хорошем смысле это слово, потому что он узнаваемый, он есть действительно... — То есть, как бы, я хочу, короче, я свой вокал кладу в... в какую-то оболочку максимально, чтобы это работало вместе, в общем. Если какой-то жанр, там, он со мной не работает, то, естественно, ну, он мне, как бы, и неинтересен, потому что я как-то обычно впитываю просто в себя какую-то музыку, а потом она как-то так генерится, и получается, что это, в общем-то, все так, ну, лаконично смотрится. Ну, и, естественно, там, ну, как бы, хип-хоповая вот эта история, она никуда не делась. — И уже не денется, видимо. — В том или ином виде присутствует, да. — Андрей, давай послушаем уже и посмотрим, что тебе удалось впитать при работе с этой песней, и что в итоге получилось, может быть, кто-то не слышал, друзья, прямо сейчас. Давай скажем, что премьера, потому что ты же у нас в гостях сегодня. — Да, сегодня официальная премьера, а песня «Падаем в небо» от Звонкова. — Слушайте, друзья, и смотрите. Мне так нужны твои крылья, чтоб дотянуться до облаков. Пока не стали мы пыли, станем лучше фрагментами снов. И под ярким светом луном наша комната, как спутник, выйдет в открытый космос. По земле, где все непросто, разбегаясь в новых грузах, мы без лишних вопросов. Падать опять лишь от одного взгляда, каплями дождя хлопьями снегопады. Падать опять лишь от одного взгляда, каплями дождя хлопьями снегопада. Такие свежие мысли, мне все уже понятно без слов Пусть не везет мне по жизни, но точно мне с тобой повезло Мы лежим в горячей ванной, как обычно строим планы Может дыма не сбыться, но залечивые раны От любви немного пьяные, почти уже птицы Будем падать, падать, небо бесконечное Ты знаешь все о падении Падать, падать, небо бесконечное Я знаю все о тебе Падать опять лишь от одного взгляда Каплями дождя хлопьями снегопада Падать опять лишь от одного взгляда Каплями дождя хлопьями снегопада Это то что происходит Да, 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 я Да, 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 да Будем падать, падать, небо бесконечное Ты знаешь все о падении Падать, падать в небо бесконечное Я знаю всё о тебе. Падать опять лишь от одного взгляда, каплями дождя хлопьями снегопада. Падать опять лишь от одного взгляда, каплями дождя хлопьями снегопада. Друзья, это «Звонкий», падаем в небо. Ну и мало того, да, большое спасибо. Это наша публика аплодирует сейчас тебе, Андрей. Андрей, «Звонкий» у нас сегодня в гостях. Слушай, ну как всегда получается. Мне знаешь, что интересно, что тебе удалось сохранить вот то, что у тебя было. Год 97-й, наверное, был, когда ты начинал. Вот то оно у тебя до сих пор всё это сохранилось. До сих пор сохранилось, да. Ты как-то принципиально это делаешь? Ты как-то цепляешься за это всё время? За прошлое? Ну вот в хорошем смысле этого слова? Или оно вот в тебе настолько есть? Да оно во мне просто есть. Это же мой внутренний мир, видимо, такой. Он всё время вылезает. Он как-то у меня такой... Он максимально у меня такой... Остаётся неизменный. Даже если какие-то проблемы, я всё равно стараюсь какой-то внутренний... Ну, у меня какой-то ценз такой внутренний состоится. И музыкальный в том числе. И, видимо, из-за этого оно как бы так всё, в общем-то, похоже там. Слушай, но создаётся ощущение, что ты такой достаточно стабильный человек вот в творчестве. Ну, во всяком случае, вот предыдущие песни, которые появлялись, сильно на тебя... Ну, у всех у нас, как уже выглядели, бывает серые полосы, чёрные, белые, да? Не очень, да, естественно. Это тебе как-то влияет на то, что ты делаешь? Или творчество одно, а вот обычная жизнь это другое? Нет, ну, у меня просто именно творчески был такой период, когда я... Ну, я не знал, что мне делать. Ну, вот реально был такой период. В общем, достаточно долго так длился. А в чём была проблема? Я писал что-то. Ну, проблема в том, что просто... Ну, что-то меня останавливало. То есть мне не хотелось делать то, что я уже делал. Хотелось какую-то новую, какой-то виток, какую-то новую, какую-то фишку найти, что-то такое вот ещё прикольное такое, что-то... А потом как-то вот у меня как-то это открылось откуда-то, не знаю. Потом я пошёл там ещё вокалом заниматься. Плюс это дало какой-то... Такой прорыв там, ну, в тембре. Ну, и сразу автоматически у тебя открылись новые горизонты для написания каких-то штук. И вот как-то всё это вместе сработало. Тяжело давались занятия тебе, нет? Я не люблю вообще что-то делать, учиться. Учиться? Нет, не люблю. Я в школе, я в школу-то еле закончил. Я не люблю учиться. Может быть, потому что у тебя и так всё получается, слушай. Ну, я как-то сам, я люблю самообразовываться. Оно когда надо. Но есть просто такие вещи, которых ты по-любому не сможешь сам добиться. Поэтому я, естественно, пошёл, потому что я понял, что есть какой-то уже предел. И чтобы идти дальше, нужно как-то себя ломать в чём-то. Ну, вот именно в этом, например. Плюс там по сведению, естественно, какие-то уже стали стуки. То есть, короче говоря, если ты не сможешь что-то реализовать, у тебя не получается. У тебя получается просто какой-то потолок. Ты в одном находишься в сегменте, а чтобы тебе пойти дальше, нужно что-то как-то переступить через себя. Ну правильно? То есть что-то сделать новое И вот как-то в моменте это открылось Открылся этот портал такого, что-то новое Я понял, ага, вот это можно делать вот так И так раз, и все, и пошла какая-то новая фишка То есть возможно сейчас вот я на этой волне Еще побуду какое-то время, а потом у меня что-то надо будет Еще новое сделать, я еще что-то придумаю Ну то есть ты все равно придерживаешься точки зрения Что если даже человек серьезный, авторитетный Коим ты уже, конечно же, являешься давно Да не, наверное, абсолютно точно Все равно должен постоянно что-то новое Появляться везде и в направлениях В музыке, в технологиях и так далее Абсолютно верно Слушай, ну твоя музыка, она вот, мы сейчас за кадром об этом говорили Она же такая медитативная все равно, да, вся такая вот Ну пока вот мне нравится такое вот состояние Вот такое, состояние вот такого музыкального Такого, может быть это Потому что это выделяется на фоне того, что происходит Другого в музыке, вот такое может быть Потому что, ну я не знаю Как-то хочется выделяться почему-то Автоматически от того, что есть То есть, соответственно, если что-то будет другое У меня что-то третье То есть я хочу быть на своей волне всегда То есть как-то, какую-то фишку свою как-то держать И может быть это какой-то некий такой, ну не знаю Какое-то непроизвольное желание, да, вот как-то выделиться, видимо А не было у тебя мысли в ближайшем времени Сделать что-нибудь более такое, ну танцевальное, динамичное? Есть такое Здесь нужно это все очень как-то естественно сделать Поскольку я никогда особо не делал каких-то танцевальных треков У меня были там несколько попыток, да Но делать так, как делают все сейчас не хочу Хочу как-то по-своему это сделать И вот сейчас уже один трек я сделал, кстати Быстро-энергичный Да, быстро-энергичный Но есть шансы у нас как-то послушать его? Не сейчас, конечно, в ближайшем времени Ну я думаю, что он выйдет на альбоме просто А он будет уже? Он будет, да Несколько таких динамичных Сейчас заинтриговался и будем ждать уже А альбом появится где-то примерно в сентябре, в начале осени, друзья Ну что, Андрей, прервемся ненадолго вновь Друзья, две-три минуточки Андрей Звонкий у нас в гостях Скоро к вам вернемся Еще раз всем доброе утро Друзья, мы вернулись Это телерадиоканал Страна ФМ Доброе утро всем еще раз Андрей Звонкий у нас в гостях Много мы сегодня разговариваем Скатываем все время на музыку Так уж получается И за кулисами, за экраном тоже За кадром тоже говорим о музыке Я хотел спросить вот о чем А намечается ли у тебя Ну понятно, что новый альбом там появится примерно где-то к осени Ну да Ну там плюс-минус какие-то месяцы Будут ли какие-то совместные треки с кем-то Да, да, да Из-за артистов Известных или может быть новых совсем кого Имена которых пока неизвестны никому Вот есть еще Если можно раскрыть секрет Если нет, то ладно Ну вообще я что-то не хотелось на самом деле рассказать Пока нет, да Но совместные будут Будут С хип-хоп-артистами точно И может быть там даже не с одним С несколькими И возможно с кем-то поп-артистами Я бы сделал тоже Это известные имена Или какие-то новые совершенно неизвестные Нет, это известные имена Да, да То есть Это мной любимые артисты Ага То есть я пишу только с любимыми артистами Слушай, а часто к тебе обращаются Вот совсем новые музыканты Никому неизвестные Ну пишут, да Присылают какие-то песни Там, да, возил им фит Там, допустим Но я пока не слышал того, что меня цепляет А вообще реально Ну вот допустим Кто-то нас сейчас слушает Там из, грубо говоря, пионеров Которые там только недавно начали сниматься И вдруг вот тебе человек присылает Совершенно незнакомый Совершенно неизвестный практически Вообще их нигде не было Да, какую-то классную песню И присылает то, что ты слушаешь И говоришь Блин, это очень круто вообще Можно сделать Но пока такого не присылали Я думаю Все как-то плохо у нас Ну как-то Не, ну просто как-то происходит Знаешь, что-то происходит Как-то оно так И по естественной причине Почему-то, как правило Чтобы кто-то такой, ну, неизвестный Присылал что-то стоящее Почему-то Такого не происходит Не знаю Ну, видимо, это так вот Ну, таких самородков Как-то вот пока не наблюдалось Слушай, Андрей А вот отсюда вытекает Еще один интересный вопрос Это уже не столько о музыке А вообще о творчестве Ну и о музыке, конечно, тоже Как ты считаешь Вопрос извечный, кстати Мне просто интересно Что ты на него ответишь Вот человек, который По-настоящему талантлив Он, несмотря ни на что Все равно найдет выход Своему творческому потенциалу И выход к аудитории Найдет Или вот может в одну стену долбить Единственное только Единственное, что Может быть такое Что талантливые люди Они очень скромные просто И кому-то может не хватить Вот этой вот Наглости и упорства Чтобы это как-то пробить Но почему-то, мне кажется Что находятся какие-то Возможно, люди Которые помогут ему это сделать Или, ну, как-то так Может быть, это там Не сразу, не быстро Но, как правило Все талантливое Но, как правило, находит Слушатели Слушай, а есть же еще Обратная сторона медали В этом вопросе Когда очень наглые Не боюсь этого слова Борзые люди Но бесталантные Мягко говоря Они взрывают практически И добиваются Просто колоссальных успехов Не будем называть имена Есть такое, конечно, есть Но это тоже нормально То есть пусть это все будет Пусть живет Каждая своей жизнью Ну, собственно, да Почему нет? Они же плохо никому не сделали Никому не сделали Вот, кстати, да Об этом надо помнить Что они плохо никому не сделали Ну, если это Получается, то Окей Просто, может быть, это человек Не совсем музыкант А больше бизнесмен Или там менеджер Да, конечно Музыка и бизнес На самом деле Это тесно связанные По понятию Сейчас везде Бизнес, маркетинг Без этого никуда Слушай, с тобой можно Бесконечно разговаривать У нас буквально Минута остается Давай, может быть Традиционный вопрос Который мы задаем артистам О ваших ближайших планах Может быть, где-то тебя увидеть Можно концерты и так далее Ну, будут концертики, да Будут всякие Ну, будут выступления Ну, не в Москве Вот, какие-то выездные Ну, это такие Ну, это не сольные Ну, хотя Ну, это все, что вот Это пока не с новым материалом Это вот с последними песнями С какими-то старыми песнями А именно Если мы сейчас говорим О концерте Какого-то такого С новой программой Он будет, я думаю В октябре Вот в Москве Это там Либо в Мумитроль баре Либо вот Ну, что-то такое Вот подобное Какая-то площадка Там будет прям Вот я хочу прям сделать Типа новую Какую-то прям всю историю Ну, живьем Там, естественно Со всей лайв-бандой Вот И вот как-то так Но в любом случае Следить поклонникам За соцсетями Там в Инстаграме Да, я могу На сайте лейбла Везде какие-то анонсы будут Ты можешь тебя увидеть Ну что, все 20 секунд Остается мне Может быть на часок Не получится пройдет Еще никак? Нет Мне говорят Нет большого Друзья, Андрей Звонкий Был у нас в гостях Сегодня на телерадиоканале Страна.ФМ Андрей, большое спасибо тебе Спасибо Крайне интересный собеседник И крайне интересный Творческий человек Мы ждем, конечно С новыми песнями С новыми кирпичами Я сам жду Приходи к нам Пожалуйста Все, спасибо, пока